Кооператоры Гомельской области перевысили минулогодние объемы на рыхтовке Чарницы. Сезон еще не завершен, а уже хороу региона уже закупили свыше 160 тонн ягоды. У летку 2017 года по кашек складал крыху больше за 150 тонн. Основная на рыхтовка дикороса увядится в Житковицким, Лельчицким, Октябрьским и Светлогорским районах. На пошуки черного золота белорусских лесов отправилась Евгения Кухаронак. Одну ягодку беру, іншую примячаю. С початком сезону поспевания Чарницы у лес накеровалися и старые, и молодые. А маты разбиральництва зарабляют на этом добрую прибавку до зарплаты – эти пенсии. За килограмм Чарницы у Гомельским региону можно выручить от 3,5 до 4,5 белорусских рублев. Любов Мароська разом с сестрой еще в детстве ходили в лес по ягоду. И зараз своему захоплению не изменяют. С початку сезона они избирают свои стандартные 4 вядры по 5 литров. У добрые на двор и объемы на в открыху повеличивают. Проционный день начинается на досвидку, 5 годин ранится, завершается у 10. Сегодня до прикладу на двоих им удалось зарабить 90 белорусских рублев. А кроме стационарных кробок приема дикорослой ягоды в регионе працуют и выездные пункты. Машины-райспожутовариство приезжают за свежей черницей прямо в лес. Перш-наперш проверка на радияцию. Допущальная норма для того, чтобы ягода трапила на рынок – 185 бикерелев на килограмм. У Беларуси с черницей робятся джемы, напои и детское харчование. Разом с тем ягода поставляется на продаж и перепроцовку Украины и Евросоюза. У минулого года со 153 тонн ягоды, закупленной у Гомельской области, 120 тонн экспортировали у Прибалтику и Польшу. Урожайность в этом году очень хорошая. И культурные, и дикоростущие ягоды. И все, что выросло, все, что люди хотели сдать, они сдали нам в райпо. Ягода делится на товарную для промпереработки. Товарная ягода, значит, мы ее реализуем в сети, либо на рынках, на каких-то таких выездных торговлях, на площадях. Для промпереработки ягода идет на производство соков, джемов, где-то, может, плодово-ягодных каких-то вин и так далее. Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадо и компания «Гомель».